всем привет сегодня 20 октября 2020 года мы с вами находимся на подольско-воскресенском островом переходе ну а теперь мы с вами переместились к арочному пролету и здесь нас встречает очень радостная и ожидаемая но неожиданная все же новость пролет начали опускать я думаю что вы сейчас даже невооруженным глазом через свои экраны видите что стоит он уже ниже чем был явно не на 90 сантиметров он поднят от уровня опоры постоянно от уровня эстакады но я это заметил еще лучше потому что здесь были такие очень плавные заезды на него сделаны и сейчас вместо этих плавных заездов образовались ступеньки достаточно высокие но у меня машина тоже высокая поэтому я их преодолел но сразу же приятно удивлен был так что спускаемся смотрим что там внизу сейчас мы с вами находимся на устойной опоре на рыбайском полуострове и видим что это жиркая она стала намного меньше чем она была ранее и сейчас мы попробуем провести наши контрольные измерения для того чтобы узнать насколько же все таки его опустили вы помните здесь мы на этой опоре мерили где-то было порядка 89 90 сантиметров сейчас попробуем заново измерить и так мы фиксируем 70 сантиметров сейчас я четко меряю от низа опорной части постоянной то есть пролет опустился на 20 сантиметров я вам говорил что здесь вот эти вот каждая опорная пакетина она по 12 сантиметров но здесь еще специальными подкладками регулирует поэтому здесь может не быть кратно точно этой цифре и так сейчас пролет стоит по этой опоре на 70 сантиметров над уровнем своего подферменника но супер все идет гораздо лучше и гораздо быстрее тьфу 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 чтобы не сглазить от того как нам это все обещали ну что ж хотя к сожалению не могу показать вам этого в режиме таймлапс потому что процесс все таки идет медленно хотя и чуть быстрее чем нас с вами к этому готовили но опять же не будем ничего загадывать вперед потому что хорошо когда все хорошо идет могут всякие непредвиденные сложности быть поэтому будем надеяться на профессионализм ребят и дадим им спокойно делать свою работу не будем их подгонять но для того чтобы и я и вы как-то почувствовали свою сопричастность к великим событиям вот прямо уже подойдем ко второму домкрату к третьему в общем здесь ощущение такое я вам скажу не знаю кто чего-то сильно ждал в жизни те меня поймут ну что ж перемещаемся к следующей постоянной опоре посмотрим как там дела идут хотя я думаю что там плюс-минус одно и то же мы увидим по опусканию ребята тянут последний домкрат я его кстати не увидел на домкратном столике вот они его сюда несут и мы видим как эти тяжеленные домкраты переносятся ребята все таки герои что не говорите не все можно сделать механизацией видим ребята подставили специальную доску к домкратному столу очевидно по ней то и будет закатываться домкрат вручную вверх но мне сказали операция это будет произведена уже завтра с утра ну а мы все-таки отправляемся далее по опорам смотреть что там сделано сейчас мы с вами перебрались на вторую железобетонную опору это последняя опора береговая на рыбайском полуострове она вровень практически с основания марок расположена и здесь мы тоже видим аналогичную картину мост стал ниже убрано какое-то количество проставок очевидно две но сейчас мы попробуем точно измерить насколько же мост стал ниже по этой опоре почему я так проверяю потому что в принципе мост он изогнутый вы знаете и каким-то образом он должен менять свой изгиб какую сторону именно я не могу этого сказать я только проектанты знаю должен ли он быть чуть-чуть горбатым либо же наоборот выровняться на вандах поэтому мы просто будем проверять насколько здесь изменение идет по расстоянию от подферменников и наш измерительный прибор нам показывает что абсолютно опускание идет равномерно везде там где было порядка 90 сантиметров там осталось 70 там где было если не ошибаюсь 92 сантиметра здесь то сейчас почти 72 меряю от самой поверхности нижней скользящей опорной части так что измерения достаточно точные ну что ради справедливости все-таки мы еще две контрольные точки наши проверим но я думаю что уже можно друг друга поздравить и в первую очередь конечно же поздравить мостовиков наших замечательных из моста буда работа идет работа удается видим там далее тоже какая-то активность идет на опорах но принципе уже как вы видите время склоняется к вечеру к темну хотя здесь у ребят смена до 7 часов но я думаю что такие важные события как опускание пролетов их лучше делать засветло поэтому но все равно ребята здесь что-то делают еще и вот сейчас я смотрю на устойную опору с которой мы начинали наше путешествие сегодня под пролетом и вижу что ребята все-таки немножко скокетничали сказав что будет завтра водружать домкрат на домкратный стол и поставили его уже сейчас мы видим что все четыре домкрата стоят на своих местах ну почему так произошло я не могу ни в коем случае к ребятам иметь претензию знаю что мостостроители немного суеверные люди и не всегда уютно себя чувствует когда кто-то у них стоит за спиной особенно в такие важные моменты поэтому я на них абсолютно не обижен ну сказали что завтра будет ставить поставили сегодня только могу порадоваться это значит что завтра с утра уже они будут готовы продолжать операцию опускания моста дальше мы перешли с вами на вторую временную опору в реке но по факту это первое временное опора на которой стояли домкраты и мы видим как собственно идет разборка опорных пакетов срезается часть того что было обварено и вытаскивается этажерка вместо нее по необходимости подставляется листы металла для того чтобы на какую-то заданную величину это все опустить ну и что сказать теперь уже здесь надо ходить под этим пролетом пригибая голову раньше здесь можно было пройти выпрямившись полный рост сейчас будем проверять высоту мы помним что здесь если я не ошибаюсь было порядка 170 сантиметров высота это опора временно она будет убираться поэтому здесь для нас я уже вам рассказывал основной роль играет относительная величина меряем от нижней поверхности пролета и до опорной части временной опоры итак 154 сантиметра ну да совпадает плюс минус возможно где-то чуть чуть меньше было опускание уже здесь если я не ошибаюсь было где-то 172 то есть на 18 сантиметров опустили его мы перебрались на следующую временную опору застаем здесь большое количество ребят из моста буда они готовят рабочее место к завтрашнему продолжению процесса в зале вы воссе в зале у в 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 Сейчас как видим Здесь идет Вытаскивание опорных пластин Со штоков домкрата Для того чтобы Снять домкрат и опустить Демократный стол На одно деление На одну проставку Ну и здесь для объективности Мы тоже производим замер Здесь у нас показывает Рулетка 150 см Было здесь 170 см Если не ошибаюсь Здесь ровно на 20 см Опустился пролет И та же операция Как видим происходит На следующем Демократном столе Напоминаю что на этой временной опоре Демократы по 2 штуки Стоят на одном столе Ну а здесь я вижу Даже какой то еще Вспомогательный третий Демократ И Ту же работу делают На следующей Этажерке Далее по опорам Я думаю мы уже ходить не будем У нас 4 контрольных точки Мы все их прошли Сейчас мы видим Как собственно Снимают домкраты С домкратных столов По наклонной доске С каждым Звеном Разобранным Демократного стола Это будет делать все легче Но в самом начале Это была достаточно таки Непростая Процедура Сразу видим Ребята на завтра Готовят себе И Ослабление пакетов Чтобы Максимально быстро Удалить Одно звено Ребята на завтра Сейчас мы видим Как срезают Специальный уголок Который Держит Демократного стола Сейчас тоже его убрать Демократный стол Демократный стол Демократный стол Демократный стол Он заставил ну что ж на этом я думаю мы можем оставить ребят как я уже говорил не все любят когда у них стоят за спиной ну а мы попытаемся успеть еще на береговую площадку рыбальского полуострова для того чтобы посмотреть как себя чувствует наша понтонная система что еще следует отметить для полноты картины когда я заезжал со стороны труханова острова на вантовый пролет там как раз ребята разгружали вновь пескоструйное оборудование так что очевидно та работа которая идет по покраске опор железобетонных и оснований арок она сейчас переместилась туда на труханов остров потому что здесь уже насколько я вижу все покрашено вот сейчас мы находимся уже на береговой сборочной площадке рыбальского полуострова и замечаем что после нашего перерыва двухдневного везде какие-то изменения серьезные произошли в частности если вы внимательны вы уже заметили что изменилось в первом фрагменте пролета которые должны первым же и поднимать на понтон и вести на установку над гаванью ну если не заметили не страшно я вам подскажу под пролетом был размещен мультивиллер и пролет был поднят на более высокие временные опоры там они если не ошибаюсь полутора метров изначально были сейчас он поднят более двух метров очевидно два с половиной скорее это необходимо для того чтобы завести под него балки траверсы и после этого соединять нижние траверсы с верхними для погрузки на кран мы как раз видим по высоте сейчас эта балка она чуть ниже наверное чем высота установки пролета я имею ввиду с проушинами своими вы наверное помните я вам показывал вот эти толстенные тросы и высказывал предположение что очевидно ими будет поднимать пролет но как именно это будет делать я не уточнял тогда этого не знал сейчас мне пояснили что эти тросы как раз и будут соединять нижнюю балку траверсу с верхней вот этой вот огромнейшей траверсой через гигантские серьги шаклы специально для них прорезали в пролете отверстия сейчас мы их посмотрим вот через эти пазы и будут опущены эти тросы на соединение с балками траверсами но пока мы видим гигантскую по высоте сборку которую сделали из мультивиллеров для того чтобы поднять пролет вот мы видим отжали на максимальную наверное высоту шасси еще подложили маты для того чтобы добиться двух с половиной метровой высоты всей конструкции ну и наконец сама понтонная система как мы видим еще чуть подросла относительно того состояния которое мы ее оставили воскресенье причем теперь уже почти в максимальной сборке она находится мы видим где были использованы косые перемычки где были использованы коротенькие косынки не хватает здесь только последних двух грузораспределительных матов мы видим сверху там тоже шарнирная такое у него место у этого мата стоят домкратики маленькие которые при необходимости чуть-чуть приподнимут еще пролет случай если спадет вода ниже проектного уровня в целом да мы видим такая конструкция внушительная получилось ребята уже последнее приготовление делать как мне сказали по секрету если все пойдет по плану то до конца недели должна начаться операция погрузки как минимум пролета на понтон но при успешной и и завершении далее пойдет уже перевозка и установка в таком освещении сумерках понтон как-то особо торжественно и праздночно выглядит и честно говоря даже уже не знаю чем вас сегодня еще можно порадовать после немножко грустного начала нашего обзора на русских садах хотя тоже нельзя сказать что грустно потому что все-таки работа активно идет по засыпки насыпи тем не менее арочная часть и понтонная система да и сам пролет меня очень порадовали надеюсь что вы будете со мной солидарны в моих чувствах кстати здесь на площадке появился такой маленький автопогрузчик и я думаю что именно ему предстоит работать на понтоне не вилочного погрузчику типа монету который мы все привыкли видеть здесь а именно такому малышу и очевидно он и будет загружать подушки домкраты да мы видим уже все приготовлено просто любуемся кстати я хотел бы вам напомнить что сам пролет он будет установлен немного под углом горизонту точно так же как и часть пролета которые опускали на подольской площадке и как мне сообщили ребята из саренса он в таком положении и поедет сейчас он стоит практически горизонтально то есть его изначально установят под углом не знаю с помощью каких-то подкладок возможно вот то что мы сейчас видим с помощью фанеры регулирует будущий угол подъехать к месту установки и быть поднятым он должен уже в наклонном состоянии поэтому это такая отдельная операция интересная пролет будет ставить под углом отдельно здесь готовят под него такую же наклонную оснастку и все это должно еще и никуда не уехать по дороге я веду в сторону за счет бокового крена поэтому то что нам кажется с вами таким может быть простым механическим процессом подготовки всей этой конструкции тут очень тщательно рассчитывается и много мер для безопасности обеспечения предпринимается вы наверное уже разглядели что сейчас прокладки подкладываются именно между самой верхней подушкой и грузораспределительным матом для того чтобы после этого подушки уже строго вертикальном состоянии поднимались а мат при этом будет иметь небольшой наклон поперечный также должен быть обеспечен и продольный наклон потому что заезд он идет на повышение вы видели от подола для того чтобы состыковаться с более высокой эстакадой на рыбальском полуострове что здесь все это не менее сложно чем была задача на подоле как видим вроде бы столько всего уже погружено на понтон а тем не менее все новые и новые части добавляются кстати ребята поделились со мной интересной цифрой вы любите цифры я вам только что рассказывал про поперечный и продольный наклон пролета на самом деле здесь конечно критичных каких-то значений нет но для сравнения между диагональными точками его опирания конкретно настоящий момент дальний от нас на ближней балке и ближние к нам на дальней балке разница по высоте от горизонтали составляет это порядка 40 сантиметров вот так вот ну что ж я надеюсь что я вас порадовал сегодня как минимум на трех площадках ну а мы с вами попробуем еще немножко радости получить и возвращаемся к аркам возможно сегодня удастся нам наконец-то увидеть как вся подсветка декоративная работает к моему стыду пока я еще до сих пор не видел как выглядит подсветка со стороны оболони только мои уважаемые зрители сбрасывают мне видео и фото сейчас мы с вами находимся на первом пролете центрального автопроезда рыбальская эстакада недалеко от 17 опоры здесь мы с вами еще не были со времени первого включения новой системы освещения и что я могу сказать как водитель находиться здесь комфортно свет достаточно яркий но не слепящий мягкий уютный такой еще следует учитывать то что сейчас нету асфальта поэтому белая поверхность бетона она больше слепит будет еще более мягче когда здесь все будет закончена с покрытием сейчас мы смотрим на арки видим нам сегодня повезло мы можем во всем великолепие оценить работу новой подсветки декоративной переливается разными цветами и посмотрим на нее уже с обеих сторон со стороны оболони со стороны правого берега хотел бы еще раз акцентировать внимание на таком немаловажном аспекте те кто иронизирует по поводу того что включили подсветку на недостроенном мосту они просто не понимают всей важности психологического момента этого действия сейчас я нахожусь на мосту освещено вы знаете очень много раз бродил в темноте здесь по неосвещенному мосту когда возвращался с поздних обзоров и насколько ощущается разница вам наверно трудно это представить не находясь здесь со мной вместе мост он как бы ожил стал каким-то теплым таким душевным и я думаю что самих мостостроителей вот такое его состояние нынешнее она мотивирует быстрее его достроить потому что когда мост угрюмой заброшенный такой не ухоженный то это все наоборот демотивирует хочется оттуда быстрее сбежать сейчас вот я здесь нахожусь и мне не хочется никуда ехать отсюда я бы здесь и остался но надо ехать монтировать вам обзоры поэтому отправляемся смотреть на подсветку арок и так мы с вами находимся вновь на арочном пролете и любуемся внешней стороной арки которая смотрит на оболонь увидим действительно все работает нигде не видно никаких промежутков нежелательных причем что интересно цвет меняет все шесть матриц каждого светодиодного элемента реально красиво реально красиво причем мы видим что здесь есть уже сделан небольшой задел на продолжение подсветки вниз когда пролет будет окончательно опущен давайте еще пройдем на противоположную сторону мы это видели но были какие-то нарекания то что не работали секции я на самом деле это было только первое включение и там еще не все толком было подключено но тем не менее наши люди уже всегда найдут что не так сейчас с вами полюбуемся как подсветка работает полностью сейчас мы находимся с вами на стороне правого берега ну что ж как видим арки подсвечиваются красиво система исправна хотел сегодняшний обзор завершить для вас красивым ночным облетом чтобы полюбоваться арками с обеих сторон уже но к сожалению на рыбальском полуострове снова включили глушилку gps и дрон не смог найти ни одного спутника по идее летать можно и без спутников но ночью такого лучше не делать поэтому я надеюсь вы меня простите сегодня нам придется с вами обойтись без ночных полетов ну что ж на этом я завершаю наш обзор благодарю вас за внимание за ваш интерес моему каналу к стройкам киева и украины огромное спасибо нашим уважаемым зрителям донатором который нас поддерживает большое спасибо нашим мостостроителям строителям дорожникам всем 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 кто радует нас своими успехами также благодарю всех вас кто смотрит нас подпиской делится ссылками на видео в своих соц сетях оставлять нам лайки и комментарии если еще не подписаны подписывайтесь жмите колокольчик подписывайтесь на наш телеграм-канал вступайте в группу фейсбук подписывайтесь на страничку фейсбук не забывайте посещать наш новый сайт там интересно там много фотографий там много текстовых описаний того что вы может быть и не вполне видите в обзорах тем более есть украиноязычная версия именно в литературном украинском языке как вы и хотели как вы все время у меня просите по обзорам что могу то даю так что вот там еще внизу есть колокольчик если вы на него нажмете то вы подпишитесь на обновление сайта и будьте в курсе во всех наших новых статьях кроме этого я потихонечку потихонечку собираю туда информацию по старым нашим обзорам чтобы там был такой структурированный каталог по темам чтобы вы не путались могли знать где что найти ну и также поскольку у меня все исходники есть то дополняю то чего вы еще не видели в этих статьях поэтому обязательно заходите на этом я с вами прощаюсь до новых встреч до новых обзоров мира любви здоровья счастья добра пока до новых встреч субтитры подогнали Симон до новых встреч